Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов и Лежавия. Сегодня, как вы уже поняли, у нас очень необычный видеоролик. Мы только что подготовили буран-снегоход, называйте это как хотите. В общем, сегодня мы на этом снегоходе отправимся к предположительному месту, где может находиться потерянный корабль миллионера. Ведь у Вадима Шлаком есть координаты, которые дал ему рептилоид, и нам нужно туда отправиться, чтобы найти этот самый корабль. Да. За то, что ты меня подставил, ты сегодня будешь моим водителем. Понял, да? Потом мы его двигаем. Хорошо. Водителем. Водителем. Вперед! Ну и если верить твоим координатам, то мы прибыли на место. А катер где? Я не знаю. Вообще какая-то глушь полная. Выглядит крипово. Может, мы не туда приехали? Я не знаю, а тут ведь... Ой! Что-то пошло не по плану. Ну это, давай доставай лопату, копать корабль вую. А что, думаешь, он прям здесь что ли находится? А ты же привел по координатам, как ты сказал, здесь. Ну, теоретически-то да. Но у меня с собой только такая лопата. Ну вот и ей будешь копать. Ну, попробуем. Ну, вообще... Точно туда заехал, нет? По координатам так все. Здесь очень глубоко. Блин, а! Такого у меня жизнь точно не готовила. Да, господи! Походу, себя придется сначала откопать. А уже потом только катер. Я думаю, нам... Вадим Шлаг, нам надо это... Нам надо искать какие-нибудь бугры или что-то в этом духе. Ну, типа, не может же просто так он быть. Где-то лежать корабль. Его замело снегом здесь по-любому. Копай. Нету здесь его, пошли дальше. Я даже запомню это место. Какое? Вот это. Это какое-то заброшенное деревня? Или что? Походу, дело, да. Да. Дела здесь, видимо, обстояли. Не очень. Но хотя... Примечательная точка для того, чтобы спрятать что-нибудь. Где-нибудь, наверное, рядом. Можно и начать уже копать. Да вы посмотрите, сколько здесь снега. Здесь я не знаю. Сколько? Сколько? Блин, ну, лопаточек хватает, чтобы все это выкопать. Много лет не убирали, наверное. Так по-любому. Блин, а вот надо было нам расставить эти долбанные камеры у него в бассейне. Шел бы он сам все это откапывать. Что случилось? Виня! Мне нужно помочь. Что случилось? Я провалился. Откопывай меня быстрее. Ты что, издеваешься? Нет! Вадим Шлаг. Я застрял. Ладно, ладно. Не кричи так. Сейчас я тебя откопаю. Оу. Извини, Вадим Шлаг. Прости, пожалуйста. Я не думал, что я в тебя упрусь. Давай быстрее. Ёлочка. Нет, даже. Это верхушка ёлки, ребята. Офигеть. Нигде тут глубина. Ёлка. Ну-ка давай. Вадим Шлаг. Оператор готов? Давай. За мной. Я жив. Ну, мы-то с тобой умнее будем, оператор, правильно? Что? Ну, поэтому мы обойдём. Там вход есть. Кого обойдём? Там вход завалилось снегом. Ты о чём? Ага. Ну ладно. Что это за место такое, Вадим Шлаг? Выглядит здесь всё очень крипово. Убежище рептилоида. Да, рептилоид убил отдалённые такие заброшенные места. Именно здесь он и назначил мне встречу в тот раз. В тот раз? Первый раз? Да. Ого, удивительно. И, а почему здесь всё теперь уничтожено? Я не понимаю. Ну, до этого это, возможно, был чей-то дом. А потом стало просто заброшкой. То есть рептилоид таким образом за собой уничтожает улики, чтобы не оставлять никаких подозрений. Ну, тогда наверняка мы на верном пути. где-то здесь, неподалёку должен и закопан быть этот самый катер миллионера. Ну, мы опять же умнее будем, уперед. В общем, такой план, каждые 20-30 сантиметров буду тыкать лопату. Ты чё? Ты чё? Нет, там и катер, чё? Да ты умный. Конечно. Конечно. Не даром же я столько лет учился. Не то, что некоторые решил бросить учёбу и пойти стать иллюминатом. Разве так можно, а? Вадим, шлак. Ты бросил всех. Бросил учёбу, бросил друзей. А теперь мы всё равно тебе помогаем. Ну и хорошо. Плохо, что ли? Ну чё, ну долго ещё? Я откуда знал, потому что это твои координаты. Ты где варочки потерял? В том, что крови, походу. Ладно. Да ладно. Предлагаю перерыв. Давай. Пошёл? Извинит. Извинит, это хорошо, как ты делаешь. А-а-а-а. Это очень хорошо. Это стекло твоего катера, Вадим, шлак. Оно всё среди тела. Тогда ты его в последний раз видел. Фу. Ура. Блин. Пошли. Вот это да. Дворник, правда, примерз намертво уже совсем, но... Ну ничего. Ты его сломал? Походу. Блин, новый дворник я теперь покупать. Ладно. Хорошо. Ну твоё, твой же катер. Пойдем шлак. Ладно, давай закапывай быстрее. Я убрал лёд. Это дверь. Ага. Пойдем шлак. У тебя всё нормально? Да. Оператор, ты следующий? Ну всё, мы опять под снегом. Я вообще не понимаю, как так? Оператор, тебя форточку не учили закрывать за собой? Дует. Ну так закрой сам пока что. Потому что мы же сейчас под снегом. Это же катер, который находится сейчас под снегом. Я не жучу. Ладно, смотри. Видал? Это всё толще снега. И мы находимся под этой самой толщей. Я не знаю, что теперь делать. То есть, ну хорошо, Вадим Шлак. Мы нашли твой катер по координатам. Ладно, и что дальше? Ну, рептилоид сказал, что он здесь что-то интересное припрятал. Сам-то катер мне уже не интересен. Пойдем писькать. Подожди, тебе не интересен катер? Может, тогда мы его себе заберем? Берем. Стой, Вадим Шлак. А эта сумка, она здесь была? Нет. Ну так, наверное, это то, что тебе я оставил рыбки ловит. Ого, какая она тяжелая. Смотри-ка. Фу, в обомном состоянии. Очень тяжелая сумка. Там куча всего. Смотри. Обручи внимание на замки. Они здесь просто заржавели. Просто... Наверное, очень давно. Да. Под снегом. Она давно здесь под снегом лежит. Все заржавело и ничего не открывается. Примерзло? Да, но намертво здесь примерзло. Здесь можно увидеть следы зеленой ржавчины, окисления металла. Ну, я думаю, ее надо в дом отогреть. И распаковать. Это точно. Ладно. Хорошо. Сейчас мы ее отнесем в дом. И это... Там мы ее отогреем. И посмотрим, что можно будет найти в той самой сумке, потерянном, по сути дела, чемодане, получается, да? Потерянный чемодан, который оставил рептилоид для Вадима Шлака. Что внутри чемодана рептилоида? Если хотите узнать, что внутри этой самой сумки, обязательно ставьте лайки под этим видеороликом. И как только мы наберем 25 тысяч лайков под этим видео, сразу же выпустим новый видеоролик, где распаковываем эту самую тяжеленную сумку. Что там может лежать? Не знаю. Сейчас бы покататься на нем, как в старые добрые времена. А мы же заведем его и поедем? Ты миллионер вообще уже из ума выжил или что? Ну, если что, на три метра под уровнем сугроба как бы. Да и что? Как мы из него выйдем-то? Как на Буране, так... Слушай, Вадик, Вадим Шланг, давай ты продолжай с ума сходить, а я к нашему Бурану с этой сумкой пополз. Догоняй. В общем, так, наверное, и доползем до Бурана. В любом случае, ребята, если вам понравился этот видеоролик, обязательно ставьте под ним лайк. Забывайте, что вот эту самую сумку, которую оставил Вадим Ушлаг рептилоид, мы распакуем только тогда, когда под этим видео наберется 25 тысяч лайков. Поэтому не поскупитесь, поставьте лайк прямо сейчас, и тогда мы узнаем, что за послание приготовил Вадим Ушлагу рептилоид. Ладно, продолжаем двигаться к нашему Бурану. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Надеюсь, что эти ролики вам нравятся. И если это так, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать все видео, которые выходят каждый день специально для вас. Ну, увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok